Всем привет и добро пожаловать снова на канал Instax. Сегодня с вами я, Кирилл Скобелев, и я рассказываю о камере Instax Mini 90, и вместе с ней я решил сделать фотопроект, поскольку эта камера одна из самых профессиональных, я пытался использовать разные ее функции и попробовал вот такими карточками дополнять реальность. Давайте посмотрим, что же у меня получилось. Впервые я решил попробовать сделать такую фотографию просто на прогулке с друзьями. Сначала я сфотографировал своего друга, и дальше я попытался эту фотографию внести в кадр, который я уже снимал с фотоаппарата. Видно, что не все идеально сошлось, но тем не менее, мне кажется, что это все равно выглядит довольно забавно и интересно. Плюс вот это сочетание черно-белого с цветным, оно, мне кажется, дает какой-то необычный вид этой фотографии. Поэтому это был мой первый опыт, он, может быть, не идеально получился, но я все равно хочу вам о нем рассказать. Едем дальше. Следующую карточку мы делали вместе с моей подругой Лизой. Сначала фотографируем Лизу на Instax. Мы сделали фотку, сейчас подождем, пока она проявится. И дальше уже с помощью большой камеры я фотографировал отдельно картинку в руках. Вот такой у нас примерно результат. Здесь уже видно, что гораздо лучше все сошлось, поскольку я понял, что нужно находить детали, по которым картинки и будут совмещаться. И здесь это стали вот эти бетонные блоки, которые выпирают из стены. И благодаря ним есть ощущение совмещенности и того, что это реально один кадр. Кстати, хочу заметить то, что здесь я держал фотографию сверху, потому что часто, если ты снимаешь и держишь фотографию снизу, то можно перекрыть какие-то важные детали. И поэтому я держал просто ее за левый верхний угол, и тогда ноги Лизы остались на месте, и все вышло, мне кажется, довольно неплохо. Эта картинка мне очень нравится, и она вышла очень атмосферной. Хотя суперпростая идея, я решил сфотографировать вот такой вот цветок. И вышло где-то примерно вот так. Для того, чтобы сфотографировать цветок, нужно было поставить камеру на макро-режим, снять его очень близко и уже дальше снимать на камеру, так, чтобы сошлись все-все-все маленькие детали. И если вы посмотрите внимательнее, то здесь сходится мой ботинок, сходится пол, сходится стена, и все-все-все даже маленькие листики у этого цветка, они тоже сходятся. И, честно, я прям очень доволен, и мне очень нравится, как это получилось. Хотя это было довольно сложно, поскольку геометрия здесь очень и очень сложная. Следующая картинка, может быть, выглядит довольно простой, но я делал ее очень долго. У меня никак не получалось подобрать правильный угол, с которым нужно снимать карточку с Инстекса. Короче, у меня получилось как-то так. В принципе, мне кажется. Хотя можно заметить то, что слева сверху есть ножка от стула, которая стоит вдалеке, которая не совпала. Но, тем не менее, все остальное вышло довольно неплохо. И мне нравится, насколько прикольнее цвета получились на пленке, чем на самой картинке с фотоаппарата. И мне кажется, что тоже вышло довольно интересно и уютно. Следующая картинка, на которой я держу фотографию с самим собой. Нужно, чтобы Ираклий сейчас сфотографировал меня впритык. Я сижу около столба, чтобы потом я себя сам подставил со столбом. Момент истины. Ираклий идеально скадрировал. Я думаю, что это будет хороший кадр. Супер, спасибо. Сейчас будем фотку делать. И сначала, когда я увидел карточку на Инстекс, я немножко расстроился, что слева сверху есть маленький черный уголок. И я думал, что, эх, будет все очень сложно совместить. Но именно он придает атмосферность фотографии. И реально есть ощущение того, что кадры совмещены идеально. Фотографировали, кстати, меня со вспышкой. И опять же, посмотрите на то, какие классные цвета на пленке. Мне прям очень-очень нравится. Следующая картинка, наверное, стала моей любимой, потому что она вышла абсолютно круто. И по Инстекс карточке, наверное, даже и не поймешь, что это такое. Но сейчас я вам все покажу. Мы решили, что Ираклий будет стоять здесь. И... На фоне спиральки. Да, на фоне спиральки. А спиралька будет через него. Вот так вот подставляем фотку. А Ираклий должен делать вот такую вот физиономию, что типа его насквозь. Не, очень круто. Сейчас еще чуть-чуть поточнее сделаем, и будет супер. Идея была в том, чтобы сделать с помощью карточки Инстекс Ираклия прозрачным. И мне кажется, что вышло очень круто, поскольку идеально совпал фон. И Ираклий очень прикольно отыграл свою прозрачность. И вышла такая эмоциональная и живая картинка. И в целом мне очень понравилась вот эта идея с прозрачностью. Я обязательно в будущем что-нибудь такое еще сделаю. Несколько советов, если вы решите тоже попробовать сделать такие картинки. И первый совет, и он, наверное, главный, то, что вам нужно сфотографировать объект, который вы будете потом вписывать в кадр, очень-очень близко. То есть, например, если это цветок, то во весь кадр должен быть цветок. Если это какой-то человек, то во весь кадр должен быть человек. Или если это чашка, то она тоже должна быть крупным планом. Часто для этого лучше включать макрорежим. И, собственно, потом уже тогда можно будет отойти и делать кадр. Из этого вытекает следующий совет. Фотографию с Инстекса лучше делать под прямым углом к объекту. Например, как на этой фотографии с Лизой. Потому что в таком случае довольно просто отойти уже с большой камерой, чтобы сфотографировать карточку Инстекс. И не нужно учитывать вот этот угол, который мог бы быть, например, как на фотографии с чашкой. Потому что вот этот угол очень-очень сложно совместить. Поскольку нужно не просто отходить назад, чтобы вписать карточку, а нужно еще и подняться с камерой выше. И это очень-очень сложно. И из-за этого у меня много карточек не получилось. И последний совет-рекомендация. Придумывайте какие-то творческие методы добавления карточек Инстекс к фотографиям. Так же, как у меня вышло, например, когда я держу сам себя. Или то, что я делал с черно-белой пленкой, а фотография была цветная. Это добавляет такой интересный контраст. Или то, что вышло с прозрачностью. Мне кажется, что вот такие маленькие идеи, они делают фотографии какими-то интересными. И это та магия, которую можно добавлять с помощью карточек Инстекс. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Обязательно ставьте большие пальцы вверх, если вам было интересно. И вы как-то вдохновились на то, чтобы сделать подобные фотографии самостоятельно. А также обязательно пишите вопросы в комментариях. Я планирую в будущем на них отвечать. И не забывайте о том, что у нас планируется конкурс на одну из именно таких камер. Так что оставайтесь с нами. И до встречи на канале Инстекс со мной и другими ребятами, которые расскажут и обо всех остальных моделях камер Инстекс. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok